Песня 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 Ребята, добрый день. Меня зовут Бычков Сергей Владимирович. Мы сегодня с вами в течение часиков позанимаемся здесь. Покажем вам, расскажем, поговорим, пообщаемся. Пока мы ждем еще одно учебное заведение должно подойти. Поэтому немного вас поразвлекали, показали историю образования нашей большой страны, Российской Федерации. История формирования, история как раз была показана по картам. Если вы обратили внимание, в правом нижнем углу менялись даты. И как наша страна прирастала территорией. Почему мы такие, на сегодняшний день территория Российской Федерации такая большая, была еще больше. Какие-то территории присоединялись, отсоединялись. Это вы могли увидеть все на карте. Эту карту вы сможете в интернете найти. Слышен я нормально? Да. Можно без микрофона? Да. Наш разговор сегодня будет, я надеюсь, интересным. Для того, чтобы он был еще интереснее. Здесь выставку мы организовали, принесли. Перед началом, пока мы ждем наших еще друзей, коллег, я хотел бы, чтобы вы еще один фильм посмотрели. Ну как, опоздавший, кто опоздал, тому меньше досталось, правильно? Как за столом в столовой, точно так же и здесь на мероприятии. Скажите, пожалуйста, буквально два дня назад, какой праздник был? Праздник. Девочки, мальчики, вы не забыли поздравить? Нет. Ну а для того, чтобы вам, мужики, а нам-то надо готовиться вообще к 8 марта, правильно? Ну, облом полный, да? Поэтому для того, чтобы вам еще было интереснее посмотреть нашу историю, и историю не только, как прирастала территориями наша страна, но и как нашим прадедам, нашему старшему поколению, которых уже давно нет в живых, приходилось защищать нашу Родину и отстаивать наши интересы. С учетом праздника, который прошел, я предлагаю вам еще посмотреть один небольшой фильм, который сам о себе все расскажет. Но мой маленький комментарий. Я 30 лет отслужил в армии. У многих из вас, наверное, папа тоже служил в армии, дедушка служил в армии, кто-то воевал из родственников, а кто-то и на сегодняшний день служит в армии. Поэтому я с уважением отношусь, хотя я не русский, похож, особенно по фамилии, Бычков. Я украинец. И вот это то, что в бендерлогии творится там, оно для меня обидно, неприятно и противно. Об этом мы с вами потом поговорим, потому что предательство, оно всегда подлое, самое страшное. Есть хорошая мудрость. Она звучит так. Не бойся врага. В худшем случае он тебя предаст, убьет. Не бойся врага. В худшем случае он тебя убьет. Не бойся друга. В худшем случае он тебя предаст. А бойся безразличных людей. Именно из-за их безразличия происходят убийства, преступления и войны. Безразличия. Поэтому я к вам каждому обращаюсь. Ребята, не будьте безразличными. Относитесь щепетильно к своему товарищу, к своему соседу. А самое главное, любите людей. Просто людей любите. Хороших людей в мире намного больше, чем плохих. Намного больше. Просто хорошие, добрые поступки мы воспринимаем, как по всей генности. Все так должно быть. А вот плохие, оскорбления, мы обижаемся, это чувствуем. Но лучше, хороших людей больше. Я вам это говорю, после 30 лет службы в армии, а заканчивал я когда-то школу-интернат. 10 лет в интернате. Но, тем не менее, по жизни мне удалось носить многого. И я благодарен судьбе, что так все служило. И самое главное, благодарен людям, которые были рядом со мной. Они помогали всегда. Вот на это я вас ориентирую. А сейчас давайте посмотрим один фильм. Он вам понравится. Но самое главное, для ребят. Я обращаюсь к каждому здесь парню сидящему. У вас впереди служба в армии. Я когда-то шпингалетом вот таким маленьким, с самого вывоза, как говорят, метр пятьдесят в прыжке, пошел в армию. И когда на станции стояли, вагон нас посадили, меня на лысо побрили. Ну, представьте, вот, какой я был. Это сейчас я толстый и жирный. А тогда был вот такой вот. И когда на лысо побрили, перед вагоном стою, а вышла проводница из вагона, встала и говорит, мальчик, иди отсюда, вот, тут солдат в армию везут. А я стою, так я в армию, я защитником буду. А тетя размером, наверное, сто пятьдесят килограммов, вот так вот, квадратная такая. Она как увидела меня, когда я так, я уже заплакал даже, что меня не пускают в вагон ехать в армию служить. Она так увидела, что я действительно действительно плачу и хочу в армию попасть. Взяла так меня рукой, так, ой, ты милый сыночек на Украине. это было. Вот так прижала, я чуть не задохнулся между ее, прочными грудями. Вот, говорит, ты, как же ты меня защищать будешь? Я говорю, с автоматом родина. Она посмотрела, говорит, да ты же, стебелечек, а я вот такая, как же меня защитить? Но, я хотел служить, поэтому я хочу, чтобы вы тоже, я в армию, хотели служить в армии. А для того, что вы хотели, посмотрите, пожалуйста, фильм. Я думаю, вы почувствуете гордость за сегодняшнюю российскую армию и за наших предков, которые воевали и защищали нашу родину от того, чем мы потом сегодня будем с вами разговаривать. Пожалуйста, посмотрите. Россия, начало 20 века. Февральская революция, свержение царизма, временное правительство, Октябрьская революция. Никогда еще в истории человечества события не развивались столь стремительно. В полу революции армия царской России практически перестала существовать. И новое государство, молодая республика Советов, нуждалась в защите своих завоеваний. 28 января 1918 года Советом народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным подписан декрет об организации рабоче-престьянской Красной Армии. После провала мирных переговоров в Брест-Литовске войска Кайзеровской Германии начали наступление на Петроград. Руководство молодой Советской Республики принимает меры по отпору интервенции и 23 февраля 1918 года объявляет всеобщую мобилизацию. В этот же день передовые части Красной Армии вступают в бой с интервентами. Так 23 февраля стал днем создания рабоче-престьянской Красной Армии. К лету 1918 года германские и австро-венгерские вооруженные силы заняли Эстонию, Латвию, Литву, большую часть Белоруссии, Украину и Крым. А в марте 1918 года английские войска оккупируют Архангельск, в июле Мурманск. 5 апреля японские войска оккупируют Владивосток. И всему этому военному натисту противостояла молодая Красная Армия. В короткий период становления проведено ряд реформ и преобразований. Введены новые командные структуры, военные советы, штабы, укреплен командирский состав. Введена однообразная военная форма одежды с неизменным атрибутом Буденовкой. Вели в бой прославленные красные командиры Чебаев, Ворошилов, Буденый. В 1922 году гражданская война закончилась. Суровой школой мужества и героизма для вооруженных сил Советского Союза явилась гражданская война в Испании, разгоревшаяся летом 1936 года. Вот где вновь проявился стойкий характер нашего солдата. На полях сражений Испании советский танкист Семен Асачий совершил танковый таран и уничтожил противника. Так Россия стала родиной не только первого в мире авиационного тарана, совершенного прославленным летчиком Петром Нестеревым в 1914 году, но и первого в мире танкового тарана. Мужеством наших вооруженных сил восхищался весь мир. Следующим испытанием на прочность для Красной Армии стала Советско-финская война 1939-1940 годов. Закалялся в боях характер бойцов и командиров. 12 февраля 1940 года линия Монербейма была прорвана. Но новая беда не заставила себя долго ждать. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Битва под Москвой. Сталинград. Курская Дуга. Берлинская операция. Вот основные славные вехи истории той страшной войны. 9 мая 1945 года подпись русского солдата на Рейхстаге «Мы дошли» поставила победную точку в той кровопролитной войне, унесшей жизни 27 миллионов человек. В очередной раз гарантом независимости и свободы нашей Родины стала Красная Армия. 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 стал разгром Квантинской армии милитаристской Японии в августе 1945 года. Вторая мировая война закончилась победой над фашизмом. Армия. В 1946 году Красная Армия переименовывается в Советскую Армию. После военные годы на протяжении десятилетий Армия Союза Советских Социалитических Республик продолжала усовершенствовать свое рабное мастерство, прекрасно понимая, что развязанная капиталистами гонка вооружений требует сильной, хорошо обученной и оснащенной армии. Военные специалисты вооруженных сил Советского Союза не оставались в стороне, когда по всему миру разгорались локальные конфликты и войны. Не сотрется из истории наша военная помощь Вьетнаму, Анголе, Корее и многим другим странам, познавшим весь ужас, насаждаемый западными деятелями так называемой свободы и демократии. Ярким примером интернациональной помощи является война в Афганистане, когда советский солдат оказал помощь афганскому народу в борьбе за свое мирное будущее против маршахедов, поддерживаемых НАТО. С 1979 года за 10 лет через горнила этой войны прошли около миллиона советских солдат. 15 тысяч остались там навечно. 15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с нашими воинами пересек мост дружбы через реку Амандарью. Шло время, но вновь история диктовала свои жесткие требования. Развал Советского Союза, парад суверенитетов некогда союзных республик, раздираемая конфликтами Россия. Вооруженные силы переживают в этот период трудное время. Прибалтика, Киргизия, Даджикистан, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Молдавия заполыхали кровавыми конфликтами. Сосредоточенные на демократических преобразованиях, руководство страны не уделяет должного внимания вооруженным силам. В итоге, к 90-м годам прошлого столетия, армия России теряет былую мощь. Демная страница истории вооруженных сил России, война в Чечне, против поддерживаемых западом боевиков, поселивших на целостность нашей Родины. Ценой жизни 11,5 тысяч солдат и офицеров, нарастающие на Кавказе экстремизм и терроризм, были уничтожены. И только в начале 21-го века президент России Владимир Владимирович Путин определил жесткие критерии и требования, предъявляемые к армии России. Программа развития вооруженных сил России до 2020 года в действии. За последние пять лет войска поступило более двух тысяч новых и модернизированных образцов вооружения. Получен 191 современный самолет и вертолет. В состав военно-морского флота вошли 10 кораблей. К своему столетнему юбилею оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 59% и к 2020 году составит 70%. Настоящим экзаменом и проверкой зрелости наших вооруженных сил стала операция по уничтожению международных террористов в Сирийской Арабской Республике. Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих было апробировано 215 новых видов вооружений. Липедированы 60 318 боевиков и 819 главарей бандформирований. Оказана беспрецедентная лунитарная помощь более чем миллиону человек. Современная армия России это отлично обученная оснащенная современным вооружением и техникой состоящая из первоклассных специалистов надежная защита Российской Федерации. Взявшая все лучшее от рабочей крестьянской Красной Армии и вооруженных сил Советского Союза армия России высоко несет обеянные победами знамена. Святочки незыблемые и священные для нас понятия честь, достоинство, самопожертвование и безграничная любовь к своему Отечеству. Вооруженные силы России защитники Отечества это сто лет истории побед немеркнущей славы и доблести. Слава российской армии нам нам есть кого помнить нам есть кем гордиться. Здравствуйте дорогие ребята и руководители мы вас благодарим что вы пришли и посетили сегодня наш урок фонд поддержки семей детьми инвалидами детьми инвалидами а также других попавших в трудную жизнь ситуацию семья совместно с московской областной общественной организацией дожданских инициатив общественных инициатив город Ногинск мы для вас подготовили этот урок истории и хотим чтобы к вам с приветственным словом сейчас обратился наш ответственный по вопросам семьи защите материнства и детства в русском благочении претерей артемии хорошо да хочется поблагодарить что вы пришли все таки история это очень важная века и очень важная миссия это ту миссию которую она выполняет история потому что разная она бывает на самом деле вот перед тем как сказать я хочу просто оговориться немножко что я сам служил отдал свой долг как военнослужащий это было в конце 80-х я уже вернулся в Афоте 3 года потом уже наша страна которая распалась сейчас позже мы взаимодействуем и окормляем и меня приглашают в 25-й радиотехнический полк который в Нестерово находится который охраняет небо столицы мы общаемся с офицерским составом средовыми постоянно имеем теплое такое общение и церковь она всегда понимала что армия это иммунная система иммунная система нашей страны если иммунная система плохая организма то весь организм он погибает и вот армия такая иммунная система где должен быть здоровый дух где должно быть здоровое мировоззрение вот сейчас мы просмотрели краткий ролик нашей истории но в нашей истории не все было так однозначно и положительно как например даже здесь показано потому что надо сказать что когда случилась февральская революция церковь была в жесточайшем гонении миллионы людей убивались преследовались и перед войной в принципе священников было уже такое на уничтожение шло дело и только война фактически к сожалению или к счастью не знаю где церкви для нашего народа объединила и тогда сказал уже тот кто уже и давал приказ на уничтожение сам сталин что братья и сестры он обращается товарищи братья и сестры и церковь конечно она откликнулась и священники пошли воевать и храмы стали открываться и тогда несколько другое уже было объединение единение но вот горе пришло и страна да объединилась но не все так однозначно еще раз говорю что не все так однозначно в нашей истории вот те храмы которые мы сейчас восстанавливаем еще до сих пор где-то того запускения и того неправильного конечно же мировоззрения которое было у нас сейчас армия безусловно и церковь они объединяются в том плане что не может армия быть без духа понимаете да есть патриотизм это правильно но должно быть еще духовно у всех да вот 80% у нас православные где-то примерно ну 75-80% и безусловно у каждого военнослужащика должна быть возможность поговорить со священником если это например не мусульманин должен быть доступ и поговорить там с мулой там поехать так далее и так далее крестики все носили даже самые такие коммунисты они все равно одевали крестик их крестили потому что как говорят на войне нет неверующих и еще говорят так кто на войне не был тот богу не маривался почему потому что близость смерти она дает ощущение близости перед богом это говорят все поэтому не дай бог чтобы нас еще объединила вот такая трагичная трагичная история но для того чтобы мы были сильны нам конечно нужна нужна сильная и крепкая армия но еще важнее чтобы и у армии и у всех нас был здоровый дух здоровый духовный нравственные и моральные ценности с этого все начинается дай бог нам мира всем над головой спасибо сейчас хотим пригласить с приветственным словом к вам обратиться воин-интернациалист автор проекта ЛМИС это литература музыка искусство спорт Марат Гончаров здравствуйте здравствуйте в феврале очень много памятных дат мы помним 15 февраля геевого довольца из Багнистана 23 естественно кто-нибудь еще знает какие-нибудь даты это не военные ребята 27 февраля день сил специальных операций новый праздник учрежденный президентом что такое СССР это новейшая история она такая же как ополченцы добровольцы то есть кто-то о ней знает кто-то не знает и поэтому то что делает Сергей Владимирович показывая то что ополченцы представляют малоизвестную малоизученную часть истории это говорит в общем-то о новейшей истории и о том что есть силы специальных операций ближайшее место дислокации кто-нибудь назовет меня СССР Кубинка центр сил специальных операций объединенная кубинская бригада специального назначения имеет свой аэродром детский сад и так далее и тому подобное 30 лет прошло со дня вывода войск из Афганистана это очень давно как бы мы тогда меняли даже для фотографий какар вот есть такой фотоснимок ну было красиво иначе это было мишень естественно гвардейский значок мы не носили что такое СССР сила специальных операций подразделение в тот момент было неполноценным как ВППС взвод повышенной боеспособности ДШМ и адесантно-штурмовая маневная группа ограниченных войск все это считалось СССР а праздник очереден в 2015 году всего лишь вот по ополченцам добровольцам единственное что я могу сказать поисковое движение которое существует на Рахамельском районе оно очень развито хорошо вот и достойно внимания на этом пожалуй все еще раз говорю что армия это не только школа жизни но и как бы закалка характера проверка дружбы себя ну и немножко отношений между людьми всего вам доброго дорогие друзья подошла подошла группа ребят которые не слышали меня я уже обращался ко всем представлюсь персонально для вас меня зовут Бачков Сергей Владимирович вот мы как раз приехали к вам из Ногинска с моим коллегой Верой Николаевной Носковой руководителем как раз вот она она потом в конце обратится тоже вам расскажет ну а я немножко вас поразвлекаю еще здесь вот отец от теми коллега воин-интернационалист так легче понятнее будет для вас потому что по именам мы тяжело будет вам запомнить и необходимости такой нет ну я 30 лет отслужил в армии вот я с гордостью вспоминаю свою службу начинал я солдатом рядовым я уже говорил вот ребятам потом уже в военное училище пошел поэтому ребята тот разговор который дальше мы начнем будем продолжать и то что вы увидите на экранах я это он нацелен на каждого из вас не обязательно все запоминать но у вас в ваших головках должна остаться маленькая частица той информации которую сегодня вы услышите и увидите почему здесь недаром и в фильме и вы еще будем вам рассказывать и покрасывать говорится о той угрозе которая вокруг нас существует постоянно в течение всего существования нашего государства на сегодняшний день все слышали про санкции знаете где находятся наши недруги как близко они к нашим границам находятся это нормально будьте добры включите пожалуйста первую карту вот посмотрите пожалуйста на экран вот сейчас видите карты красная карта какой год там написан 41 год что в 41 году началось Великая Отечественная война обратите внимание левая карта красная фашистская символика территория Европы на границе красного и серого цветов находились фашистские войска на сером фоне это красная армия находилась а теперь обратите внимание на вторую карту синий фон какой год 17-18-19 можно сказать это Европа та же территория практически небольшие изменения на границе серого и синего цветов находятся войска НАТО НАТО то есть угрозы те же остались которые были 70 сколько почти 8 лет назад понятно это бояться не надо этого я показываю эту карту для того чтобы вы боялись а для того чтобы вы знали что нашей стране все время приходилось жить в таком окружении вы в фильме смотрели когда показывали интервенцию 2018 года когда Англия Франция Япония Америка высадились по всем окраинам российского российского государства нашей страны и оккупировали их тогда армии практически не было где они все через год оказались или в море или в земле закопали там где они высадились кто успел убежать тот убежал теперь я хочу вам показать еще одну карту с чем посмотрите на экран сейчас он увидит это с кем началась Великая Песня у нас кто против нас воевал Германия правильно да фашистская Германия но вы обратите внимание что я вот хочу вам показать что нашей стране пришлось защищаться не от фашистской Германии нашей стране пришлось защищаться от вооруженных сил объединенной Европы фашистская Германия до нападения на Советский Союз оккупировала все государства Европы вся промышленность военная все вооруженные силы тех государств которых были оккупированы Германией начали войну вместе с немцами против Советского Союза посмотрите на таблицу вот Финляндия сколько войск отправила и блокаду Ленинграда с севера и с запада устраивала финские войска и другие государства в том числе Италия Венгрия Румыния самые преданные союзники фашистской Германии были болгары венгрии и румыны болгары кричат все время братушки русские братушки они самые преданные враги были наши а румыны венгрии и итальянцы оккупировали полностью Украину и Дон и под Сталинградом похоронены основные части вот эти численность армий румынских венгерских и итальянских под Сталинградом зарыты они все их в плен не брали за их жестокость которую они творили на территории Украины жестокость не зверство и зверство и жестокость поэтому я зачем об этом говорю на сегодняшний день все вот эти партнеры так называемые кавычки они сейчас снова на стороне врага нашего и посмотрите вторую страничку будьте добры от против пожалуйста таблицу сейчас посмотрите таблицу там все понятно написано сколько пленных это не тех которые воевали против нас а кто выжил и попал в лагерь для военнопленных каких национальностей пленных было в составе на территории наших лагерей для военнопленных все слышали про такую дивизию Нормандия Неман летчики французские слышали кто-нибудь ну фильм показывали в бой идут небесный тихоход где они воевали так вот немецких летчиков французских летчиков в этот день было примерно около 200 человек а посмотрите сколько французов воевало против нашей страны в плен попало почти 24 тысячи разница большая поэтому зачем я вот это все вам показал ребята как бы там не рисовалась страшная картина мы все равно победим у нас дух другой у нас менталитет другой и вот эти все европейские ценности про их это папа родитель один родитель два и так далее все это зацелено на то чтобы нас разрушить именно наши семейные узы родственные узы наши традиции чтобы мы забыли о своих предках а нам это не надо хотелось бы жить в обществе потребления да чтобы все строилось но тогда неинтересно поэтому вам показали вот эту я вам показал специально вот эту схемку чтобы вы понимали что та обстановка на сегодняшний день которая сложилась вокруг Российской Федерации санкции информационная война и наше участие в сирийском конфликте это необходимость которая оттянула войну на территории нашей страны если бы наши войска не были введены в Сирию где мы уничтожаем исламских террористов они должны были быть здесь задача запада была одна на территории Сирии приучить боевиков исламского государства убивать не бояться крови и убивать для того чтобы через Среднюю Азию вот эти все боевики подготовленная армия вошла на территорию нашей страны почему основная масса боевиков практически около 40% боевиков которые воевали в Сирии и сейчас это выход из республик Средней Азии потому что они русский язык знают они жили с нами в одной стране поэтому мы должны к этому быть готовы и правильно понимать когда у нас некоторые умники из так называемого демократического лагеря начинают призывать беспорядком или там выступлением против власти на это надо тоже обращать внимание и правильно оценивать обстановку а то что нам приходится защищать мы все равно как бы там ни было мы отстоим нашу страну не хотелось бы чтобы это было большой кровью чтобы это было лучше на политических дебатах или дискуссионных площадках на международной арене но без войны вот для этого нам надо защищать нашу родину и готовиться к защите родины и помнить нашу историю самое главное вот я хочу чтобы сейчас вы немножко отдохнули послушали одну песню и посмотрели ролик он показывает и рассказывает приездственности нашего поколения о мужестве наших ребят там показаны кадры когда друзья теряют своего товарища в бою посмотрите пожалуйста внимательно слушайтесь и самое главное слушайтесь слова песни которую поют наши воины интернационалисты в этом ролике будьте добры включите пожалуйста два ветерана спасибо 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 Субтитры подогнали Симон. С ветераном Великой Войны Довелось вчера ехать в купе. Все награды ему не видны, И он начал рассказ о войне. В 43-м он брал Стабинград И гордиться своей судьбой. Я ему рассказать был бы рад, Что знакомый по слухам с войной. Но почему же в горле ком И на глазах вновь пелена? А вот нас с этим стариком Одни и те же ордена. Он свой налог не получил, Мой первый за Афганистан. Но век двадцатый поделил На тех, кто здесь и тех, кто там. Он умерил, прожгал огня, И я друзей своих терял. Хоть за моей спиной Чечня Я слушал, не перевивал. Он за великую страну С друзьями шел в огонь на смерть, А мы в чеченскую войну Под пули шли, за чью-то нефть. Но почему же в горле ком И на глазах вновь пелена? А вот нас с этим стариком Одни и те же ордена. Он свой налог не получил, Мой первый за Афганистан. Но век двадцатый поделил На тех, кто здесь и тех, кто там. За Сталинград, за СССР На бой поднялась вся страна И просто общего пример Была народная война. А мы порезали страну И убивает брата брат. Я позабыть хочу войну, Но только нет пути назад. Но почему же в горле ком И на глазах вновь пелена? А у нас с этим стариком Одни и те же ордена. Он свой налог не получил, Мой первый за Афганистан. Но век двадцатый поделил На тех, кто здесь и тех, кто там. Но век двадцатый поделил На тех, кто здесь и тех, кто там. Ребята, какая ленточка здесь? Георгиевская. В песне звучала Про награды. Я сейчас Перехожу уже В теме нашего разговора, Которая посвящена Народному ополчению 1941 года. Зачем я взял вот эту планшеточку Вам показать? Все вы знаете Георгиевская ленточка. А что обозначает Цветовая гамма этой ленты? Слышали кто-нибудь? Знаем? Ну цвет Оранжевый На огонь похоже, правильно? Огонь и дым. Кто-то говорит Огонь и пепел. Вот цветовая гамма Черная и оранжевая Это огонь и дым. В геральдике Вот эти цвета Обозначают Мужество, отвага, храбрость. Награды, Которые носились На этой ленточке Они Свидетельствовали о том Что человек участвовал В боевых действиях И вот верхний ряд Маленькая историческая справочка Запомните Ну что вы просто знали Математики здесь есть Кто быстро считать умеет? Посчитайте, пожалуйста Цифровые Года Сколько прошло лет? Правый верхний угол Видите? Белый крест Это крест Орден Святого Георгия Победоносца Учрежден был Екатериной Второй В 1769 году 1769 и 2019 Сколько лет прошло? Вот в 1769 году Вот эта лента Была утверждена 250 лет Спасибо большое Вот пожалуй Утверждена она была И После этого Рядышком кресты поменьше Георгиевские кресты Слышали солдатские? Такое выражение Вот они носились Царское время Верхний ряд наград Это награды царского периода Которые носились на Ленте Ордена Святого Георгия Победоносца Она так называлась тогда Нижний ряд Медаль за победу над Германией Она во многих семьях Ваши прабабушки, прадедушки Кто воевал Они имеют такую медаль На такой ленте носилась И Орден Славы Солдатской Звездочки Тоже на этой же ленте Но в советское время В годы Великой Отечественной войны Эта лента называлась Гвардейская лента И На сегодняшний день В Российской Федерации Награды, которые в верхнем ряду Они все Введены в наградную систему Нашей современной России Зачем я вам это все показал Преемственность нашей истории Независимо от идеологических И исторических событий Одна Просматривается через награды И вот здесь высоко другая Награда, которая есть То же самое Она как раз свидетельствует о том Что солдаты, которые защищали родину И которые воевали Они заслуживали награды Они воевали не за награды Они за родину воевали За своих родных, близких Но государство их отмечало Их заслуги Вручая им награды за подвиги Как знак отничья И касаясь истории Великой Отечественной войны Нам крайне важно Что то, что мы сейчас С вами будем говорить Будьте добры Включите слайд-шоу Виктора Вальновде Восьмая дивизия Краснопресненская Наши поисковики Вы знаете поисковые отряды Слышали такое выражение, ребята? Ездят, ищут останки солдат В местах боев И вот Два года назад Уже больше двух лет В шестнадцатом году Поисковый отряд Вы в фильме это увидите Потом вам расскажут более подробно Нашли останки солдатов В Смоленской области Но не останки солдата Как такового Нашли сначала Ствол от пулемета Представляете, ржавен Пролежал 75 лет Земле сгнил весь И рядом с этим металлическим стволом Трубой, трубкой Нашли косточки Когда косточки стали перебирать Аккуратненько вынимать Нашли Медальон Именной медальончик Который открыли Вы в этом фильме увидите На фотографиях здесь есть Открыли этот медальончик На листочке бумаги Который Весь уже сгнил практически Удалось прочитать фамилию Виктор Вольнов Из Ногинска Вот этому мальчику Который был на фотографии Семнадцать лет Он ушел добровольцем Его в армию еще не имели право брать Призывать Он ушел добровольцем И через три месяца После того, когда ушел на войну Он погиб Под Смоленском лесу И вот и поисковики Нашли эти останки И мы его перезахоронили В Ногинске На мемориальном кладбище Я почему о нем На него обращаю внимание О том, что Это человеческая жизнь Посмотрите вот этот ролик Идем идет Воюет свод Далекий год На пленке старой Нелегкий путь Еще чуть-чуть И донорят Войны, пожары Счастливый май Любимый край Своих солдат Встречай скорее От ран обид Земля дрожит Теплом души Ее согреет Уля Буквально 10 секунд Я скажу И сразу Фильм запускаем Как закончится ролик Буквально Там 10-15 секунд Я скажу И запускаем Фильм Последний Фильм Счастливый February Идут весной, как прадед мой, И в дом родной откроют двери. Я помню свет далеких лет, Свою страну я буду верить. И все о той весне, увидел я во сне, Пришел в рассвет и мир улыбнулся. Что блюдо отмела, что верба развела, И прадед мой с войны домой вернулся. И все о той весне, увидел я во сне, Пришел в рассвет и мир улыбнулся. Что блюдо отмела, что верба развела, И прадед мой с войны домой вернулся. Сейчас, буквально через несколько секунд, мы включаем фильм, который об ополченцах. О народном ополчении, которое в 41-м году защищало Москву. И вот это у Виктора Вольновича. Там как раз история подробно рассказана и показана, что таких, как вы, ребята, у которых вся жизнь впереди, нуждаются ваши родные, бабушки, дедушки, папы, мамы. Таких, как вы, нуждается государство. И у таких, как вы, в ваших руках будущее нашей страны. Но чтобы оно было счастливым и прекрасным, нам надо готовиться к тому, чтобы защищать нашу Родину. Так, как это делали наши преды. Давайте посмотрим этот фильм в США. Коля, а свет можно выключить? Академия. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, эрванские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет в истории нашего народа более печальной страницы, чем та, которую вписала Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей советские солдаты боролись с фашистскими захватчиками. 30 миллионов человек погибли. Солдаты сражались за свою родину, своих жен, своих детей. В Ногинске городской военкомат. Заявление. 15 лет прошло со временем Отечественной войны. 19 лет прошло, как ушел на фронт мой 17-летний сын. Но до сих пор болит мое сердце в неизвестности, жив ли он или нет. Тревога за сына не дает мне покоя. Уважаемый товарищ военкомат, может быть, вы залечите глубокую рану войны в моем сердце. Пошлете розыск и что-нибудь сообщите о моем сыне. Как смириться с неизвестностью? Как принять то, о чем ты, возможно, никогда не узнаешь? Что случилось с родными и близкими? С тем, кого ты провожал на фронт или с кем воевал? Но большинство таких писем не найдут ответа. Или найдут спустя слишком много времени. Самый страшный итог войны до сих пор остаются незахороненными или безвестными сотни тысяч павших. Именно поэтому, когда солдата находят, большая радость и долгожданная справедливость. Но этому предшествует огромная работа и колоссальный труд краеведов, работников горвоенкоматов, поисковиков, общественных организаций. Поисковое движение – уникальное явление, которого не было ни в одной другой стране. Оно возникло в первые послевоенные годы. Сейчас поисковики – неравнодушные люди всех поколений, которые занимаются обнаружением и захоронением останков павших воинов. Устанавливают их имена и подвиги, увлековечивают память. Международная общественная организация «Выпил» уже несколько лет ведет поисковую работу в разных регионах нашей страны. В прошлом году в Смоленской области были найдены останки 17-летнего пулеметчика Виктора Ивановича Вальдова, который родился в Ногинске. Этот юный солдат погиб в октябре 1941 года. В прошлом году здесь, на этом месте, в трех километрах от деревни Уварова, Ельинского района Смоленской области, был найден наш ополченец, солдат, призывавшийся из Ногинского района, из Ногинского горвоенкомата, служивший в 8-й дивизии народного ополчения, которую еще называли Красно-Пресенской дивизией народного ополчения, и погибший здесь в начале октября 1941 года. Ногин он был в конце апреля прошлого года, поисковым отрядом «Выпил» под руководством Игоря Находкина, который здесь уже на протяжении пяти лет ведет поисковые работы именно по местам боев 8-й Красно-Пресенской дивизии. Узнать имя ополченца смогли по бланку личного медальона, единственного на то время документы рядового и сержантского состава Красной армии. Вверху красноармеец писал фамилию, имя, отчество, отдали свой и семьи. Под военному уставу Красной армии солдату полагалось иметь два таких бланка. Их скручивали в трубочку и убирали в карболитовую или деревянную капсулу, которые хранили на поясе брюк, либо в нагрудной кармане гимнастерки. В случае гибели солдата товарища один бланк забирали и передавали для сообщения родственникам, а второй хранили вместе с погибшим. Считалось, что в любой момент можно будет идентифицировать личность по этому медальону. Но это не так. Наш вариант идентификации был ненадежным. Например, у немцев медальоны были из алюминия с выбитым личным кодом солдата, а у нас в основе листок бумаги. Первая проблема – почерк. Вторая – стоило не закрутить медальон до конца, и от попадающей влаги бумага превращалась в труху. Останки Ногинского пулеметчика Виктора Ивановича Вольнова подняли из окопа 30 апреля. И то, что поисковикам удалось прочитать личный медальон ополченца – большая удача. Ногинский пулеметчик погиб в числе бойцов 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, в состав которого входили около 7500 человек. Народное ополчение было сформировано после обращения Иосифа Сталина 3 июля 1941 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В состав Краснопресненской дивизии народного ополчения вошли рабочие треугольные мануфактуры, фабрики «Пролетарский труд», металисты завода «Красная Пресня», рабочие заводы лаков и красок, трамвайного депо, представители московской интеллигенции, преподаватели и студенты Московского университета, юридического института, консерватории имени Чайковского, театры революции и союзы писателей улились литые ополченцы. Кроме Краснопресненцев, в дивизию вошли рабочие и служащие Пролетарского района столицы. Также дивизия была усилена семью батальонами народного ополчения Московской области, тремя батальонами Коломенского и по одному батальону от Солнечногорского, Ногинского, Загорского и Подольского районов. В первые дни войны 1200 добровольцев из Ногинска ушли на фронт и влились в состав знаменитой 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, которая была создана для строительства оборонительных рубежей под Москвой. Охрана военных объектов, ликвидации диверсантов. В народное ополчение набирали жителей в возрасте от 17 до 55 лет, которые успели пройти подготовку. Студенты МГУ участвуют в раскопках регулярно и не случайно. В составе Краснопресненской дивизии была московская интеллигенция, писатель, музыканты, студенты и преподаватели учебных заведений, в том числе МГУ. Я хотела давно поехать с своим полнотрядом от МГУ. Несколько лет назад я узнала об этом выезде весеннем, и получилось мне только в этом году поехать. Ну, наверное, у меня движет патриотическое чувство. Я считаю, что мы должны помнить это тяжелое время, и мы должны помнить те имена тех героев, которые заслонили своей грудью нашу землю от врага. Обычно мы приезжаем на раскоп. Конкретное место выбирают наши руководители, согласно с тем, что говорят местные жители, согласно с картами. Мы приезжаем, ориентируясь на металлодетекторы, пытаемся найти какие-то зацепки в виде тех же кассок, саперных лопаток, и потом уже, собственно, там ищем людей. Принимаем. На основе приказа командующего Московского военного округа 11 июля Краснопресненская дивизия выдвинулась на боевые позиции. Два дня ополченцы провели в Архангельском, а затем полки разместились в лесу, в районе Николова-Любина и Бузданова. К 10 июля возросла угроза окружения Москвы. Началось Смоленское сражение. Советское правительство решает создать Можайскую линию обороны и направляет Краснопресненскую дивизию на ее сооружение. Но когда она вышла на рубеж Уварова, столкнулась с врагом. Здесь происходили бои, в которых участвовала 8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения. До переброски сюда, на самом деле, дивизия находилась в районе Гороговужа. Но после начала операции «Тайфун» в местной операции образовалась угроза прорыва фронта. И поэтому командованием резервного фронта было принято решение перебросить 8-ю дивизию сюда, чтобы прикрыть вот эту вот брешь, которая стала образовываться. Вот здесь вот как раз, скорее всего, был 24-й свелковый полк 8-й дивизии, потому что вот здесь вот в прошлом году поднимали 8 человек, подняли это. Ну, как бы одна траншея была. Потом в полутора километрах отсюда, в позапрошлом году, тоже поднимали где-то порядка 12 человек. Ну, это вот здесь вот как раз 24-й свелковый полк. Это был кровавый бой. Противостоять пришлось 20-му армейскому корпусу немцев в составе трех дивизий, каждая по 15 тысяч человек, а в 8-й дивизии было бойцов в два раза меньше. Против одного нашего полка шла дивизия. Дивизии шли те, которые были сформированы в 1939 году. То есть они прошли Францию, пошли Бельгию, Польшу, Чехословакию. Это были люди обстрелянные, это были солдаты, имеющие большой боевой опыт. А против них были мальчики и пожилые уже мужчины. Сначала дивизия находилась на укрепленной боевой позиции, где как-то можно было отбиваться. Видимость 5 километров. Но фашисты пошли по другому пути. Наше командование решает покинуть позицию, перебросить дивизию практически в чистое поле. Времени на подготовку не было, а 4 октября гитлеровцы пошли в атаку. При значительном перевесе сил противника бой длился несколько часов. Погибли многие командиры, оперативная часть дивизии, а ее обозы попали под удар еще на подходе. Бойцы остались без боеприпасов, питания, связи. Выжившие примкнули к партизанскому движению. Фашисты были детально осведомлены о наших военно-технических возможностях. За счет разведданных они ориентировались и находили уязвимые места в обороне Красной Армии. На немецких штабных картах были нанесены даже только что появившиеся окопы, не говоря о полевых аэродромах. Отмечали могилы. Немцы хранили своих в индивидуальных могилах, никаких братских. Карты, как и многие материалы, собранные вязевскими поисковиками, хранятся сейчас в музее на Богородицком поле. Одном из лучших музеев Великой Отечественной войны. В своей работе поисковые отряды о захоронениях солдат или о нахождении братских могил узнают в том числе от местных жителей. Здесь очень сильна память о войне. Мы начинали с 76-го года или с 75-го. Понимаете, когда поля пахали, они были все в костях поля были. Все, особенно у нас там подъезды. Езжали с военкомата, и мы с унятыми бегали, собирали все эти косточки. Вот это нам тогда и привилось. 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, за эти пять лет. Мы найдены около тысячи солдат и восстановлено около 200 имен. Малия Васильевна Агафонова живет здесь с рождения. Во время войны ей было 12 лет, и все страшные события, которые происходили на ее глазах, прекрасно помнят. Нашу деревню подожгли всю, и нас загнали в эту, в самую заднюю, туда к дороге, в хату, и заперли нас поцелать. Там женщины дали, старушки дали, дети, и нас облили из ту хату, и хотели побегать. Дедушка, видимо, приехал в начальник. Вот он, дедушка говорит, кого вы тут будете жить, идите, посмотрите, кто там у нас, какие там у нас партизаны. У нас каких партизан, где, говорит. Женщины, дети, оставили его тяги. Он по-неметке с ним разговаривал. Тогда он приказал нас выпустить из них, и сразу погнали. И до Рослова догнали, и как врагов нас отставили в Рослове. Мы добрались, а там, я думаю, у Рослова нет, там кроматория была. Наша высокая проволока, мы, тут около их недели, и цельный какой-то пункт был. А там наши русские, это солдатики, все положили, в которые ноги нет, у которых руки нет, и нас сжигали их там в кроматорию. И детей. А тогда как начался бой, как вначале наши Катюши били. Ой, такой же, так, так били, так били, этот Рослова. А нас уже загнали опять в какое-то укаменное здание. И там вот плакали, кричали, закрыли нас. Там, наверное, и на нас хотели затушить. Какой-то вот, как пустили, такой жар, что невозможно было. Неманно надыхать было. Ну, как-то сразу где-то стали нас открывать. Тут уже по закричали, дети, женщины, говорят, сейчас нас будут убивать. А это русские. Говорят, что мы, как кричали, говорят, мы русские, русские, не бойтесь. Ой, Господи, я не могу. Мы как вышли, на нас, глядя, я на голову. Мы как кощи были, я на кощи. Марии Васильевне удалось выжить, но многие солдаты, в том числе из Ногинска, погибли в лагерях. Среди них... Петр Петрович Воробьев, месторождение Ногинский район, деревня Пешково, лагерь, шталак-321. Умер 1 декабря 1941. Сергей Павлович Хромов, месторождение Ногинск, лагерь, шталак-321. Павел Семенович Раскин, месторождение Ногинск, лагерь, шталак-4Б. Место пленения Вязьма. Умер 6 мая 1943. Степан Максимович Уткин, шталак-316. Место пленения Вязьма. Умер 30 мая 1942. Советские воины и добровольцы-ополченцы из Москвы, попавшие в плен в ходе операции, содержались в немецком пересыльном лагере ДУЛАК номер 184 в Вязьме. На территории находилось 40 кругов размером 4 на 100 метрах по площади равным примерно 4 футбольным полям, в которых захоронено, по разным данным, от 70 до 80 тысяч человек. Рабочий ресурс советского военнопленного был цинично рассчитан на 5 месяцев. Фашисты отправляли на шахты и предприятия молодых, здоровых людей, солдат и офицеров Красной Армии. Их заставляли работать по 14-16 часов в сутки, давая в день 1-2 литра балланды из травы и брюквы и 250 граммов хлеба, в котором содержалось не менее 30% примесей. Даже самые здоровые через 4-6 месяцев заболевали туберкулезом. Смертность доходила до 300 человек в день. Раскопки, опросы жителей – это одна сторона работы поискового движения, но есть не менее важная, духовная, которая позволяет сохранить и увлековечить память наших павших героев, отдавших самое дорогое – жизнь. Люди считают своим долгом отслужить на местах гибели солдат и литью. Церковь святого Николая Чудотворца Луварова. 4 октября 1941 года здесь размещались до 1200 раненых. Фактически мы сейчас можем поспособствовать второй жизни этих людей. Мы можем восстановить их доброе имя, узнать, что они не предали, не сбежали, что они сражались до конца и погибли за правое дело. Вязьма – место, где пропавшие без вести исчисляются сотнями тысяч. А так как большая часть документов была уничтожена еще в октябре 1941 года, имена этих людей, скорее всего, уже никогда не установлены. Их героические, мужественные действия трудно переценить. Они нам дали полную возможность выиграть необходимое время для того, чтобы организовать оборону. Долгие годы слова «вязьма» избегали, но после того, как вышли мемуары Жукова, появились слова. Благодаря героизму и стойкости бойцов Красной Армии здесь на две недели сковали 28 фашистских дивизий. Сегодня мы можем честно сказать, и не 28 дивизий, и не на две недели. Немцы с самого начала все рассчитали. Начать наступление 2 октября, 6-7 замкнуть котел, а к 10-му этот котел уничтожить и двигаться на Москву парадным маршем. Бои здесь продолжались до 13-го. Немцы еще займут города Можайск, Волоколамск, Нарафаминск, но не Москву. В том числе благодаря героизму советских людей, погибших под Вязьмой в 1941 году. Любая война заканчивается, когда похоронен последний солдат. Великая Отечественная война не закончилась. Участники поискового движения выезжают на поля сражений, работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют книги памяти, занимаются патриотическим воспитанием, чтобы не распалась связь времен. Помнят, ценят и осознают подвиг советского народа. Благодаря этим людям Виктор Иванович Вольнов вернулся домой, в подмосковный Ногинск. А значит, сделан еще один шаг к окончанию Великой Отечественной. Свет включен. Ребят, спасибо большое, что вы так внимательно смотрели фильм, слушали. Надеемся, что наша встреча доставит маленький осадок в ваших сердцах, в вашей памяти. И вы будете лучше относиться и помнить о своих родных, о своей истории, о своей семье. И мы с вами продолжим дружить, общаться в будущем. Ну а сейчас я хотел бы предоставить слово руководителю нашей организации, Московской областной организации, Центр поддержки социальных и общественных инициатив, Вере Николаевне Московой. Но она сделает несколько приятных моментов. Здравствуйте, ребята. Теперь вот как бы лицом к лицу. Спасибо, что пришли, нашли время. Рады, что посмотрели фильм. Вы знаете, честно говоря, мы уже давно, я вот провожу такие уроки с Сергеем Владимировичем, и мне всегда интересно, почему девочки смотрят более внимательно, чем мальчики. Фильм там про войну. Вот можете мне подсказать, почему у девочек вот как бы есть какое-то чувство сопереживания. Наверное, потому что они будущие матери, а мальчишки что у нас? Просто так растут балбесы. Вот реально смешно. Сидят, играют в телефоны, а девчонки сидят и плачут. Вот забавно. И главное, не первый раз. Вы знаете, честно говоря, становится страшно за страну, как две мальчишки такие растут. Хочу рассказать немножко о поисковиках. Вы знаете, поисковое движение, вы наверняка живете в таком районе, где война-то прошлась по полной программе, и вам многие вещи и у нас еще получите. В Ногинске войны не было, мы там были тыловым городом, а у вас были немцы, была война, и, наверное, многие бабушки-то точно захватили. Правабушек, наверное, уже в живых нет, а бабушки, дедушки-то в детстве своем немецкой оккупации хлебнули. Пообщайтесь с ними на эту тему. Вот бабушку, которую мы нашли два года назад, вот она жила до сих пор. Видите, какая простая такая вот крестьянка, которая даже говорит-то по-русски так себе не особо. Но она пережила это все, она смогла это все перетерпеть. Она смогла найти в себе силы, потом выйти замуж, родить детей, воспитать их нормально. Поговорите сегодня со своими мамами, поговорите о своих бабушках. Поймите, что если вы не будете знать, что было в истории вашей семьи, вы не будете знать, что было в истории страны. Ведь дело в том, что те люди, которые не знают свою историю, они просто наступают на грабли, постоянно и бьются по башке, и постоянно можно рассказывать, объяснять, как современным словом говоря, втулять любую информацию. И в нее на это можете верить. Если вы не будете знать, то истинные правды, которые могут рассказать вам только ваши родные. Потому что они расскажут ее так, как вы не поверите. Это не чужие люди с телевизора или там со сцены. А по поводу поисковиков, вы знаете, это такая достаточно, как вот ребята рассказывают, прям, можно сказать, мистическая вещь. Вот в эфире видели момент, когда проходила служба. Это было в 2016 году на Пасху, как раз, ну, пасхальная неделя. Поехали мы туда, поисковикам. И буквально вот на том месте, где стояли наши ребята и молились, через две недели после нашего отъезда нашли старшего лейтенанта, тоже останки расшифровали медальон, командира того взвода, где погиб наш Виктор Вольнов. И у этого старшего лейтенанта оказался жив младший брат. Он живет в Рязани. И вот в Рязани перезахоронили еще одного героя войны, ставшего теперь получившим свое имя. А еще ребята рассказывают, что мы приезжаем, копаем день, копаем два. Много касок, много лопаток, а людей нет. И мы, говорит, начинаем понимать, что вот, ну, как бы, ну, они приезжают обычно на майские праздники, даже студенты уже видели, что это, они могут приехать только вот, ну, ненадолго. И они, говорит, накопаем, копаем, и нет никого. День, два, три. И мы понимаем, что, может, ошиблись наши руководители, может, военкомат неправильно дал, может, карта старая. И вот, говорит, нам уезжать через два дня. А солдаты начали, говорит, появляться. И у нас, говорит, уже такая вот между собой, говорит, пошла вещь, что сначала они нас проверяют, мы черные копатели или мы приехали их хоронить. И у нас, говорит, уже автобус стоит, нам уезжать пора. А мы, говорит, поднимаем и поднимаем, поднимаем и поднимаем людей. Мы, говорит, уже говорим, наверное, солдаты к нам выходят. Они поняли, что мы пришли отдать им последний долг. Перезахороните их как людей, чтобы они не остались в этих полях костями. Так что читайте историю, любите историю, общайтесь со своими родными и будьте счастливы. Спасибо. Ребята, испугался даже голоса своего в микрофоне. Мы в основном показали все, что мы хотели. Рассказали вам. Поднимите, пожалуйста, руку. У кого есть крестный? Крестный есть? Есть. Вот я вам показываю, спасибо большое, ребят. Я вам показываю моего крестного. Он уже умер давно. Его нет в живых. Но вот он со мной все, я говорю, крестный, поехали встречаться с ребятами. Вот мы с ним ездим, видите, уже потертая рамочка такая. Я показываю, как дома можно хранить память о своих родных. Это как образец, как можно просто оформить. Вот на этой фотографии ему 19 лет. 19 лет. Он в 19-е стал инвалидом в первой группе. Прожил большую жизнь. Был бредовым солдатом. Видите, такой пилот, когда бегает. Вот такой хитрый. Хохо. Шустрый такой же, как вот здесь вот ребята сидят, которые прикалываются, подкалываются. Поэтому то, что Вера Николаевна сказала, она меня немножко обидела. Пацаны, на нас наем был. Так что мы бестолковые. Не серьезно, не серьезно как-то так. Так вот я к чему об этой фотографии. Это как пример, как вы можете дома сделать приятное для своей семьи. Сделайте семейную религию для себя. Заведите ее. И будет что рассказать вашим детям, когда вы вырастите. Ну а девчонки, гордитесь. Пацаны, самые большие патриоты нашей Родины, это девочки. Женщины, мамы наши. Поэтому они самые большие патриоты. А мы их помогаем, их патриоты. Чтобы они не боялись. Спасибо за внимание. Это хорошая такая традиция. Мы хотим перенять у нее. Смотрите, здесь привезли такие образцы альбомов. Называется «Моя семья в истории страны». Вот мы хотим наш фонд, наверное, такой конкурс сделаем в нашем районе, где будут приниматься работы о ваших семьях. Четыре поколения, да, надо будет рассказ. О вас, родителях, дедушках и прабабушек. И потом сделаем в русском районе тоже такой альбом с историями, которые поколения, которые вы, ну, самые лучшие будут истории, войдут в альбом такой русского района. Мы хотим в свою очередь поблагодарить наших дорогих коллег. Выражаем сердечную благодарность Бычкову Сергею Владимировичу, руководителю патриотической программы Московской областной общественной организации Центр поддержки социальных и общественных инициатив, за проведение урока живой истории ополченца-добровольца в русском городском округе, за значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Выражаем также сердечную благодарность руководителю этой организации Носковой Верии Николаевне. Мы ее благодарим также, мы с недавно сотрудничаем, благодарим ее за оказание содействия в реализации программ нашего фонда, в организации досуга образования молодежи, за значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. И надеемся на дальнейшее благородное сотрудничество. Спасибо большое. У нас выехали ребята, гости наши с 7 утра к нам, чтобы попасть сюда. Приехали, так что поблагодарим. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята, что вы пришли и внимательно смотрели. Надеемся, что вам понравилось. Понравилось вообще? И мы также принимаем опыт организации, нам оставили этот известный материал, и мы будем такие уроки проводить в школах дальше и в библиотеках, и надеемся, другие классы также могут увидеть. 5 минут, можно показать еще хронику русского района? Да, мы для каждого участника приготовили небольшие подарочки, чтобы вы пришли дома и все почитали. Поэтому я прошу педагогов, когда вы соберетесь уходить, подойти, и я просто вам их отдам, потому что они у нас таких, ну, не индивидуальных, а в ваших пакетах. Вот, чтобы вы могли ребятам раздать, и они могли это прочитать. Елена получила, как говорится, все наши фильмы, все наши наработки, и я надеюсь, что в других классах, в других школах, может быть, в более такой камерной обстановке, вы этот фильм посмотрите и будете помнить самое главное. Девиз нашей патриотической программы центра «Помним, гордимся, чтим». Не будешь помнить, не будешь гордиться, не будешь чтить. Как говорят, народ, который не любит свою армию, кормит чужую. Поэтому давайте об этом не забывать. До свидания. Спасибо.